Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале МотоTripper. Итак, по просьбе одного из своих подписчиков я снимаю данный видос. А точнее, сегодня будем снимать видос про подкат для мотоцикла. То есть я покажу вам, какой подкат лично использую я, и как я ставлю свой мотоцикл на данный подкат. Поэтому я надеюсь, видео будет для многих из вас интересным, полезным. Так что давайте приступим. Так, для начала давайте выкатим мотоцикл вот сюда, и поставим его вот таким образом. Нет, точнее, оставим его боком, чтобы можно было хорошо снять потом, как я буду ставить на подкат. Итак, прежде чем показать вам, как ставится мотоцикл на подкат, я хочу показать вам непосредственно свой подкат, который использую лично я. Этот подкат я брал себе сразу же после покупки мотоцикла в Луисе. То есть это универсальный подкат, который, в принципе, подходит к любому мотоциклу. То есть у него вот есть такие вот штучки, которые, скажем, можно упереть в маятник, ну и таким образом его поднять. Стоимость этого подката, она была что-то 19 евро, по-моему. Ну, это один из самых дешманских подкатов. То есть по ширине он регулируется вот здесь вот с помощью вот этими болтами. Так что, ну, в принципе, штука примитивная, простая, ничего особенного. Давайте я сейчас просто покажу, как я его ставлю. Прежде чем я буду ставить мотоцикл непосредственно на подкат, я выключил у него передачу, чтобы он мог катиться. Хотя, в принципе, это, честно сказать, необязательная процедура, потому что заднее колесо будет приподниматься, и там плевать, будет ли оно на передаче или нет. Ладно, неважно. Что я делаю? Для начала я вот таким вот образом, придерживая хвост, выпрямляю мотоцикл. То есть сейчас мотоцикл устойчивый, он никуда не падает, да? Далее я просто правой рукой подставляю подкат, который уже настроен непосредственно под ширину моего мотоцикла. Устанавливаю лопатки, эти лопатки я их буду называть под маятник. И все. Так, смотрите, чтобы оно все всей площадью просело. И теперь просто давлю вниз, мотоцикл уже могу не держать, как вы видите. Все, он ставится. Так, теперь, прежде чем снимать мотоцикл с подката, важно убедиться, что у вас выставлена подножка, потому что можно, ну, как-нибудь так, случайно забыть это дело, и потом, когда мы будем снимать, можно уронить мотоцикл. Чтобы этого не сделать, обязательно выставляем подножку. Поняли? Теперь я сейчас буду снимать мотоцикл с подножки. Делается это так же очень просто, как и ставится. Я одной рукой левой придерживаю хвост, то есть просто всегда, чтобы он был, ну, мотоцикл стоял вертикально, скажем так. Так, и теперь я делаю все в обратную сторону, в обратном порядке, аккуратно. Мотоцикл придерживаю. Еще раз убеждаюсь, что у меня выставлена боковая подножка. Теперь я убираю подкат. Мотоцикл стоит устойчиво, ну, пока он вертикальный. И теперь аккуратно заваливаю на левую сторону, на подножку. Все, мотоцикл стоит. Итак, как вы могли видеть, в принципе, ничего сложного в том, чтобы поставить мотоцикл на подкат или снять его. Ну, а если у вас еще будут какие-то пожелания, просьбы по видосам, по мотоциклу, то не стесняйтесь писать в комментариях. Я, по возможности, сниму для вас ролик. Что-то вроде вот этого. Ладно, ребята, если вам понравился видос, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Вилли, канал Мототрибер. Увидимся, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok